В эфире студия 7, я Екатерина Кузьминых. Здравствуйте. Уже завтра на нашем канале стартует второй сезон проекта «Ты топ-модель» с интригующим названием «ХС» или «ХЛ». Кто в нем примет участие? Как жюри будет определять лучших и что в конечном итоге ждет наших зрителей? Поговорим сегодня с руководителем сети модельных агентств, организатором и ведущей проекта Марии Пироговой и участницей прошлого сезона Татьяны Мицкевич. Наверное, Мария, с вас начнем. А чем этот сезон отличается от предыдущего? В первую очередь отличается тем, что здесь наконец-то могут принять участие все желающие девушки любого размера. И «ХС» и «ХЛ». Мы условно их так назвали, поделили на две команды. Пышечки и худышечки. А вы как, вот размерами отличаете одну от другой? А что, если ты посерединке, тебе к кумным или к красивым? Вот приходится определяться по ходу пьесы, потому что заявок действительно очень много. И мы поделили на две команды, как я уже сказал, пышки и худышки, и они будут бороться за первое место. Про приз сразу тоже расскажу. Это поездка в Москву за наш счет на мировую модель. Первое и второе место мы отправляем, это может быть и пышка, и худышка, представлять город Красноярск на большом красиво модном проекте в Москве. Но я так понимаю, что если первый раз вы гарантированно, я думаю, что форматом «ХЛ» и неопытностью отсекали профессиональных моделей, то теперь они тоже могут принять участие? У нас могут принять участие действительно все. Любой возраст, любые параметры и любые цели. Потому что кто-то приходит снова перезагрузиться и получить что-то новое в жизни, почувствовать какие-то перемены, а кто-то приходит конкретно за победой. А все-таки это были две разных команды? Одна команда «ХЛ», другая команда «ХС». Да, это будут две разные команды. И внутри этих команд тоже небольшое соотязание, потому что они же борются за первое, второе, третье место, поэтому это проект в проекте. Давайте, у нас есть видео с кастинга, давайте посмотрим, а потом обязательно попрошу рассказать еще и прокомментировать, как, собственно, сам кастинг проходил. Смотрим. Меня зовут Кристина, 33 года. Чем занимаетесь, Кристина? Мама в декрете. Мама твоих детей. А зачем вам проект? А почему бы и нет? У меня нет феи крестная, чтобы взмахнула палочкой и отвела меня куда-нибудь на бал. Я увидела этот проект. Это один из, конечно, множества шансов для меня. Но это 10 недель. Это мои недели будут. Первое. Я хочу научиться красиво говорить на камеру. Это ораторское искусство. Я хочу побороть свой страх сцены, потому что я знаю, что, ну, я должна блистать на сцене. У меня все данные есть. И, конечно, я хочу позвездить. Она бредовая, она неверная. И от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет. Ну что, 20 меньше я не стала. Блин, круто. Вообще, прям класс. Такая энергия. Мария, можно несколько слов по итогам кастинга? На кастингу было подано больше 100 заявок. Это абсолютно разные города. Даже Новосибирск и Томск нам отправляли заявки. Но они, к сожалению, не могут приезжать постоянно, потому что проект целых два месяца занимает. Но с нами Красноярск, Железногорск, Абакан. Девочка собирается приезжать каждый выходной. Знаете, из Новосибирска проще, чем из Абакана вообще-то. Ну, кому как, видимо. Почему-то Новосибирск, видимо, в следующий раз приедут к нам из Новосибирска. Либо мы приедем к ним. Абакан, Канск, Ачинск, конечно же, там целая делегация ездит. И другие города. Менее крупные, чем те, которые я уже назвала. Татьяна, вы в прошлом сезоне принимали участие. Давайте все-таки сначала, вот что вас в прошлый раз подвигло и почему вы захотели принять участие в проекте. Я очень долго сомневалась, идти или нет. Я подала заявку. И так уж сходили, так сходили. В самый последний момент подала заявку. Все-таки решила, что мне это нужно. Я услышала эфир Марии и Людмилы Фридрих о том, что хватит расширяться физически, давайте расширяться внутренне. И меня это очень сильно зацепило. И я в последний момент подала заявку. А что произошло с вами? Какие-то трансформации внешние, внутренние после первого проекта? Произошло очень многое теперь во втором сезоне. Вы же не как участница. Но все-таки вот после первого сезона, мы же всем девчонкам, в том числе и которых зовем на второй сезон, говорим им о том, что это все равно трансформация. Это изменение, работа психологов, работа стилистов, визажистов. Это новый образ для кого-то, для кого-то новая жизнь. У вас что случилось? Для меня была абсолютная трансформация, потому что я всегда работала в мужских коллективах. Мне было комфортно одной быть среди мужчин и так работать. А сюда я пришла, здесь абсолютно другая ситуация. Здесь женский коллектив, одни девочки в основном. И для меня вот это именно было научиться как-то краситься. Для меня это даже было сложно. То есть я просто всегда ходила на работу такая, какая я есть. А здесь про стиль, про моду, про походку. Для меня было все новое. Я считаю, что я для себя взяла для этого проекта очень много. Даже то, что нам не успели дать в рамках проекта, нам все равно показали в нашем городе, куда мы можем обратиться. Те же всякие студии, визажисты, стилисты. То есть я сейчас понимаю после проекта, что если мне нужен, например, по стилю, я знаю, к какому стилисту обратиться. Если что-то по визажу, я знаю, к кому обратиться. То есть здесь проект дал не только внутри своего проекта, но и когда за рамками проекта уже, мы знаем, как жить дальше в образе женщины уже. Окружающие заметили изменения у вас? Заметили. Говорят об этом постоянно. И муж говорит, и родственники говорят. Ты так изменилась, абсолютно другое стало. Но я, мне кажется, я просто проявилась и стала такой, какой я есть. Мария, зачем во второй сезон, с какой мотивацией приходят участницы в основном? Я уже много сказала об этом. Приходят не только преобразиться, научиться дефиле, позирование, стиль визаж, краситься, как Татьяна тоже сказала, одеваться. Приходят за новыми эмоциями, за каким-то новым этапом жизни. И также приходят за победы. Здесь у нас очень много участниц приходят конкретно победить. В первом сезоне приходили. Я хочу просто узнать, что это такое, что такое модная индустрия. Нам просто интересно потусить, посмотреть со стороны. Здесь приходят занять первое место. А какие этапы, что ждет участница? Какие-то, помимо образовательной составляющей, есть же еще и конкурсная часть. Вот как будет проект? Да, есть мастер-классы, тренинги от лучших спикеров города. И есть конкурсные задания. Но мы сразу все не будем, наверное, конечно. Хотя бы какие-то такие, может быть, самые интересные. Ну, конечно же, то, что касается дефиле. То, что касается превоплощения в звезд, это будет одна из самых ярких серий, потому что у девушек будет задание примерить на себя образ популярной звезды эстрады или кино. Они сами должны будут выбрать? И зацепить. Они выбирают сами, вместе с командой стилистов и зажистов работают над этим образом и приходят уже нам, демонстрируют перед командой жюри. Но в прошлый раз это была бомбическая серия. Думаю, все смотрели, все видели. Татьяна, какая у вас роль в проекте? Вот вы заявлены как куратор и психолог. В чем вы видите свою задачу и миссию в рамках второго сезона? У нас девочек делят на группы. У каждой группы есть свой наставник-психолог. Но мы поддерживаем их в рамках проекта. То есть, если какие-то переживания, если какие-то волнения, мы с ними на связи, мы им помогаем. И плюс еще у меня есть функция как куратор. То есть у нас две группы. Одна телеверсия, вторая вне телевизора версии. И я куратор именно группы, которая вне телеверсии. Координируем, помогаем, когда куда приезжать, что с собой брать, что делать и где быть. Отличается первый набор от второго? Вы же наверняка помните себя и девчонок вокруг вас. Что вы ощущали, когда сами были участницами? А теперь смотрите и уже на них с высоты опыт, понимаете, что их ждет. Я считаю, что отличаются. Наш набор был более такой какой-то, можно сказать, домашний. Может быть, потому что я себя так ощущала тоже. То есть мы были какие-то простые девчонки, простые женщины. Пришли на трансформацию, в шоу. А в этом сезоне уже девчоночки такие заряженные. Есть у нас и отученные модели, которые умеют уже красиво ходить, красиво себя показывать. Есть кто-то, кто совершенно первый раз сталкивается с этой индустрией. То есть такой интересный сезон будет. А это честная конкуренция, Мария? Среди тех, кто уже понимает, что такое дефиле и вообще конкурсы красоты и стилисты. И среди тех, кто вообще впервые столкнулся с индустрией. Как оказалось, это очень более чем честно, потому что те, кто приходят первый раз, они выкладываются просто на 200%. Они творят такое, что все жюри в шоке просто, с квадратными глазами. А те, кто уже много видели, везде участвовали, они иногда сильно не напрягаются. И поэтому в этом плане они уступают сразу тем, кто хочет победить, дорвался наконец-то и себя показывает по максимуму. И получается, что это все-таки какое-то... Что первично, что важнее? Профессионализм, природные данные, желания? Гармоничность, внешняя, внутренняя, харизма, умение проявлять себя, стремление, старание. Потому что мы всегда видим, кто как готовится. Кто-то просто надела пижамку и пришла условно, там, на фотосессию, к примеру. Потому что она уже красавица. Ей уже ничего, кроме пижамки, не надо. А кто-то так готовится, старается, нанимают специально себе режиссеров для того, чтобы научиться дополнительно позаниматься там, дефиле, к примеру, или поставить какую-то небольшую сценку, чтобы удивить жюри и прочее. И, конечно же, мы это тоже ценим. Внешние данные тоже. Но я уже, как сказала, больше это к гармонии относится. Потому что у нас абсолютно одинаковые условия. И пышка, и худышка могут занять первое место и отправиться в Москву. У нас есть видео с первого испытания участниц. Это дефиле. И в этом испытании понадобилась помощь не только хореографов, но и психологов. Давайте заглянем немного за кулисы телешоу. Я разрешаю себе вспомнить прямо сейчас все то обидное, что причиняет мне боль почему-то до сих пор. И теперь делаем вместе со мной. Здесь сейчас. Сутулились прямо. Вот представили, что у вас на спине вот этот вот груз всего. Все это обидные истории, которые до сих пор где-то в теле причиняют боль, заставляют сворачиваться, прятаться. Дело вместе со мной. Раз и навсегда я разделяю себя и все эти точки зрения, которые причиняют мне боль. У меня больше нет права на себе это носить. Выдыхаем, бросаем плечи назад. Ага. Скажите, почему все плачут? Я помню, что в прошлый раз у психолога тоже были слезы. И во втором сезоне опять мы видим плачущие лица. Татьяна, что с вами там делают? Что приходится плакать? Через слезы тоже идет трансформация. Это я знаю по своему опыту, потому что я в первом сезоне тоже плакала. Ну, это просто психологическое сознание, ну, то есть некое там самокопание ощущения себя? Или это просто какое-то давление, и вас обижают? Нет, нас не обижают. Скорее просто подсвечивают какую-то проблему, которая у тебя есть. И ты обращаешь на нее внимание, осознаешь и понимаешь в тот момент, что да, вот здесь мне нужно поработать. Ну, то есть это как раз та самая работа психологов, которая необходима для изменений. Да. И также это выход у зоны комфорта, какой-то смена всего вообще. Очень много эмоций из-за этого, наверное. Ну, это я так понимаю, слезы. Но обижать нас там точно не обижают. У нас вообще проекты все отмечаются тем, что у нас приятная, неприятная, даже дружественная, такая хорошая, теплая атмосфера. Всегда это все девчонки отмечают. Конечно же, у нас никто никого не обижает. Моя, вообще модельный бизнес, это разве про дружескую обстановку? Мне кажется, это про жесткую конкуренцию, про соперничество постоянное, наверное. Ну, это вообще тогда, как и в жизни у нас все. Как смотреть на жизнь, наверное, так и в любой сфере индустрии. Вообще, я заметила по ходу проектов всех, девушки как относятся к жизни, такой и получают результат от проекта. Хоть это модельная индустрия, хоть это какие-то другие направления в жизни. Расскажите все-таки про XS и XL. Ну, во-первых, вот мы, я помню, когда про первый проект говорили, говорили, что все-таки XL – это такой некий тренд, тренд на естественность, на бодипозитив. Это все более востребованные сейчас модели в индустрии. Но мода на XS сохраняется, ведь все равно, мне кажется, даже если смотреть на одежду, то проще найти одежду на миниатюрных женщин, чем на размер 52-54. Я не могу сказать, что это прям тренд, который сейчас более популярный, чем XS. Скорее всего, нет. Но он действительно впервые в жизни набирает такие обороты. Потому что мы никогда раньше не видели в рекламе спортивных магазинов «Сайз Плюс» модель. Сейчас это и «Сайз Плюс», и «Ич Плюс». Потому что, например, тот же спортивный магазин, он рекламирует одежду не для того, чтобы заниматься только спортом и какие-то достигать, например, там, не знаю, быстрее всех, выше всех. Ну и спортом-то занимаются не только XS. Да-да-да, даже просто для прогулок, либо там для походов по каким-то своим делам выбираем спортивную одежду. Поэтому XS, конечно же, необходимо тоже рекламировать. Потому что покупатель смотрит рекламу и видит, что действительно мне это тоже подойдет. А если там только худышки, 180 см ростом, то основная масса не будет покупать, конечно же, такие вещи. Они будут разочаровываться. Это видно очень. Потому что, к сожалению, вот в рекламе одежду только продают, а форму из рекламы тебе уже не продают. Это вот разочаровывает очень. Соцсети перевернули мир модельного бизнеса, потому что в тренде сейчас может быть хоть кто. То есть ты популярная девушка, например, «Сайз Плюс», у тебя огромная армия подписчиков. Конечно же, заказчик пойдет к тебе, а не к XS только потому, что она худенькая и прочее. И благодаря соцсетям изменилась действительно модельная индустрия. Такого раньше никогда не было. Сколько в итоге участниц отобрали? 32, кто прошел в проект. Вообще их почти 60 у нас. Они у нас также проходят все мастер-классы, все тренинги, все соревнования, фотосессии, преображения и прочее. Но показываем мы их только там, где будет кастинг, серия. И еще у нас заготовлены для них различные массовые мероприятия. В ТРЦ «Планета», например, пройдет 18 номера, где все у нас будут участвовать. И те, кто в телепроекте, и те, кто просто в проекте. И, конечно же, в финале тоже зрители увидят всех наших девушек-частниц. Вот мне кажется удивительным, а продюсеры, тем не менее, настаивают. Им кажется, что мужчины тоже хотели бы принять участие. Поступают к вам заявки от мужчин? Мужчины у нас поступают заявки постоянно. Причем на полном серьезе. Не просто приобщиться, потусить там с девушками, да понятно, там познакомиться, все что-то. Нет, вообще, конечно, 60 девчонок. Да-да-да, мужчин просто срывают крышу, когда видят такую армию красивых девушек. Еще с такой атмосферой позитивной. И к нам также поступают заявки, просто хотят участвовать, преображаться, стать лучше, стать интереснее. Мужчины постоянно, мужчины, парни. Просят сделать для них проект или шоу. Но вы не взяли их в этот проект. Сейчас обойдутся. Мы не могли их взять в проект. Это только женский проект. Ну, слушайте, но есть же так же модели мужчины, которые точно так же ходят по подиуму, демонстрируют одежду. Почему вы их обделили вниманием? Потому что все-таки женский проект подразумевает, я так понимаю, работу над женскими, делами преображения, энергии и все прочее. Если там будут мужчины рядом с ними, это уже будет другой совершенно проект. Татьяна, а вам не было бы комфортно? Вы же говорите, что вы всегда в мужском окружении. Тут, представляете, пришли на проект «Топ-модель», а вокруг опять парни удобно же, классно. Мне комфортно среди мужчин, да. И я так это маленечко приоткрою занавес. Мужчины у нас в проекте тоже будут, но не как участницы. Не как участники, а не как участники. Как наставники? Посмотрим. А расскажите, кстати, Мария, кто из наставников будет? Вот вы говорите, что это мастер-класс от психологов, стилистов. Можете какие-то имена назвать? Сергей Бахтин, шеф-стилист. Дарья Лутошкина, шеф-визажист, которая была в прошлом сезоне. Также у нас Кристина Мигунова, актриса театра. Гримерка с нами сейчас сотрудничает в этом сезоне. Это тоже самые яркие, известные актеры Красноярска. В общем, много у нас спикеров. Спортсмены от Теннис Холл. У нас тоже партнер проекта. Я вот сейчас боюсь неправильно назвать все эти регалии. Победители мировых олимпиад и так далее. Я вообще в спорте не сильно разбираюсь. В общем, очень крутые спикеры, то, что касается спорта. Ну, а, кстати, спортивная составляющая будет? Загоните ли вы девчонок в спортзал и заставите ли вы их работать? Тренажерный зал, теннис, бокс ждет также зрителей. А двух месяцев достаточно для того, чтобы, ну, произошли какие-то изменения именно с точки зрения физической нагрузки? Маловато времени. А у нас здесь нет цели что-то там сделать с телом, например, сделать более сильным или похудеть. Мы такой задачи не ставим. У нас здесь больше на раскрепощение, на принятие себя в проект. Поэтому два месяца, не знаю, насчет того, чтобы преобразиться физически, хватит или нет. Ну, чтобы сформировать привычку ходить в спортзал, это точно хватит. Как минимум. Расскажите по итогам, как вы будете определять лучших из лучших? Это очень сложно. А на всех, потому что я так понимаю, что мне кажется, что роль куратора, это, конечно, не жюри, но вы же все равно сопровождаете в рамках проекта и все равно от того, какую обратную связь вы даете, как у вас складывается в группе атмосфера. От этого зависит, кто в итоге выиграет. Здесь больше зависит от того, как девочка проявляется в процессе съемок и в процессе участия в проекте. Что происходит с ней внутри, какая трансформация. То есть, если она просто красивая картинка, то нет, ничего, скорее всего, не получится. Должно быть не только внешнее преображение, но и внутреннее. Вот тогда это про наш проект. Какие критерии для победы? Харизма, гармоничность, желание победить. Потому что не только внешние данные, как Татьяна сказала, но важно то, что она несет в мир. А что важнее? Вот тот итог, который мы будем видеть на подиуме и на фотографиях, например, или та разница, в котором девушка пришла и какой она стала через два месяца? Все-таки трансформация важнее, но ее же очень сложно отследить. Или важнее финал? Трансформацию, возможно, сложно отследить, но мы уже видим по некоторым участницам, когда начинаем проект, например, у нас был прекастинг без камер и кастинг. Уже после одного кастинга мы заметили обалденные результаты. Девочки поняли, как вообще нужно было, подготовились и перед камерами такое выдали, что мы были просто в шоке от некоторых. Трансформацию мы видим, наблюдаем за многими участницами, замечаем изменения положительные. Ну а кто победит, конечно же, как я уже сказала несколько раз, внешность, внутреннее содержание и желание победить. Это тоже огромное влияние оказывает. Татьяна, скажите, а тот факт, что это телешоу, меняет ваше ощущение от участия в проекте? Ну вы уже могли точно так же прийти на серию мастер-классов к психологам, к визажистам и сделать все это без... Для меня, как для участницы, которая пришла из мужского коллектива и, в принципе, увидела первый раз в жизни камеры, это была очень большая трансформация. Сначала тоже заявлялось в первом сезоне, что будет и телеверсия, и не телеверсия. Я категорически не хотела в телеверсию идти. И потом, когда я узнала, что мы все идем в телеверсию... Ну вот мы сейчас видим как раз, что вам по-прежнему не нравится. Да, для меня это был просто шок. У меня трансформация происходила на каждом этапе. Во-первых, то, что я сначала пришла в телеверсию, потом, что меня отчислили первую, в первом отборе меня отчислили. Я сейчас уже спустя время понимаю, что это именно была для меня трансформация. Если бы я дошла до финала, возможно, лично для меня не было бы таких преображений. То есть в момент, когда я вышла с отчисления, я расплакалась. Я была просто в шоке от того, что происходит. В этот момент начали ко мне подходить девочки вот это про поддержку, про нашу общую. И от девочек я как-то напиталась от этого женского. Я поняла, что в женском коллективе не так уж и страшно. И я сейчас никак не могу уйти от этого женского коллектива, потому что мне здесь очень нравится. Мария, а с точки зрения вообще организационных моментов, вот сейчас кастинг, что ждет дальше, в том числе телезрителей, не только участницы? Ну, понятно, они все проходят все этапы, независимо от того, попадают они в телеверсию или не попадают. Но что ждет зрителей? Зрители ждет... Во-первых, они могут голосовать. То есть 32 участницы, они могут следить за развитием событий и голосовать за девушку, за которую они болеют. Ну, а также их ждет прекрасно... Они своими голосами спасут участницу? Или если жюри решит ее отчислить, то зрительские симпатии ни на что не повлияют? Спасти они, к сожалению, не могут прям спасти, но они могут повлиять на то, что в финале девушка, за которую больше всего голосов, получит какой-то супер-приз. Это тоже очень прекрасно. И вообще у нас очень много партнеров в проекте. В финале все 60... Ну, их не 60, а 56 девушек будут иметь возможность получить приз от одного из партнеров. Поэтому здесь даже хоть ты вылетела, хоть ты не вылетела из телеверсии, в финале все на тебя посмотрят, могут оценить и подарить какой-то подарок. Но ведь сами участницы могут спасти ту, кого жюри признала самым слабым звеном и решила отчислить из проекта. Да, действительно. У нас, напоминаю, есть команда XS, команда XL. После каждого состязания какая-то из команд побеждает, и они могут спасти свою отчисленную участницу, то есть дать ей иммунитет. Это тоже будет очень интересно. Команда победителей? Команда победителей, да, выбирает, а дать иммунитет может хоть девушке из команды победителей, хоть девушке из команды проигравших. Это вот как раз про ту самую поддержку, про которую вы, Татьяна, говорите. Да, но у нас такого не было. Мы не могли вернуть участниц. А хотелось? Как вообще... Вот действительно ли такие очень дружелюбные и теплые отношения складываются среди участниц, которые, я напомню, соперницы между собой? Мы до сих пор все общаемся, дружим. Правда. Девчонки рады друг за другом. Да, и даже во второй сезон пришли участницы уже как кураторы, как стилисты, как помощники. Потому что никак нет. А участвовать девчонкам из прошлого сезона нельзя как участницам? Вообще можно, но я так поняла, что проект, когда даст все девушке, все, что она хотела получить, и она не заявляется на следующий проект, то есть мы такие результаты и делаем, то есть мы дали все вообще, то есть проект отработали на пятерку, потому что ей уже нечего взять дальше. И она идет помогать уже, как наставник. И таких много примеров. Мария, вы сейчас профессиональным взглядом видите всех участниц. Вы понимаете, кто из них претендует на победу? Я понимаю, кто может претендовать на победу, но мы будем следить, как они раскроются по ходу проекта. Вообще данные есть. У девочек есть хорошие данные, у некоторых прям хорошие модельные. И у Сайс Плюс, и у Ксэс. Ваши ожидания в первом сезоне оправдались или победители были сюрпризом? Первый сезон он больше у нас был на внутреннюю проработку направлен. Мы не искали там модель как таковую, и поэтому оправдания какие-то оправдались, оправдания, ожидания какие-то оправдались, какие-то не совсем. Были прям удивительные для всех истории, когда настолько девушка преобразилась, участница, что все просто в восторге были по ходу проекта. Поэтому да, где-то совпадает, где-то не совпадает. Посмотрим, как проявят себя девчонки. Татьяна, совет участницам, к чему нужно быть готовым, и что, на Ваш взгляд, самое сложное их ждет впереди? Я на своем опыте могу сказать, что не нужно зацикливаться на техническом выполнении, только на техническом выполнении правильных позировок, правильной проходки. Нужно в комплексе все это порабатывать. Главное показать себя настоящую, какая ты есть. Ты даже, я как девочкам и говорю, если ты косячишь, то косячь красиво. Ну, то есть, вот эта вот история, если ты упал, то сделай вид, что так и надо было. Если ты туфельку потерял, когда шел по подиуму, так было задумано. То есть, у нас вот так. Я хочу добавить, пожелать девчонкам, чтобы они кайфовали от проекта, от процесса и действительно старались. Потому что мы видим, кто старается, кто делает все для галочки. Ну что, друзья, еще раз напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях были организатор и ведущая проекта Ты Топ Модель XL или XS Мария Пирогова и участница прошлого сезона Татьяна Мицкевич. Мы благодарим за помощь генерального партнера проекта сеть магазинов любимых покупок Эль-Сити. Эль-Сити – город женщин. А также генерального партнера Макси Мода. Магазин женской одежды больших размеров. Макси Мода – женская одежда со стильным акцентом. Смотрите первую серию проекта Ты Топ Модель XL или XS уже завтра в 20.00. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи!